К реконструкции пункта пропуска пограничной приступили рабочие. Очереди на границе замучили дальнобойщиков и туристов. В планах увеличить количество полос, а значит и пропускную способность. Это должны были сделать еще много лет назад. Почему затянули, разбиралась Виктория Лабецкая. Автор этого ролика – дальнобойщик. На видео огромная пробка из фур в районе пограничного пункта пропуска. На ютуб материал попал 4 года назад. Просмотры идут до сих пор. А вот видео двухлетней давности. На госгранице очередь из пассажирских автобусов и туристов. Ситуация в этом году не изменилась. Почти в полтора раза больше нормы грузовых автомобилей ежедневно оформляют таможенники в пункте пропуска пограничной. Чтобы переварить растущий транспортный поток, инфраструктуре госграницы нужна срочная модернизация. В этом году в районе пункта пропуска пограничной Суйфуньхэ строители начали возводить административный корпус. Это здание включает в себя комплекс объектов, но прежде всего предназначенных для размещения государственных контрольных органов. Для того, чтобы контрольные процедуры проходили на более высоком с точки зрения технологии уровне. Действующий пункт пропуска имеет шесть полос. Способен пропустить 130 грузовиков, 64 автобуса и 2500 пассажиров. Новый пункт пропуска – это восемь полос на въезд и столько же на выезд. 20 кабин паспортного контроля. Пропускная способность в сутки – 1300 машин. И все это – честь транспортного коридора «Приморье-1». Глобальный международный проект. В реализации участвуют две страны – Россия и Китай. Пока наша сторона только строить начала, у соседей почти все под ключ. Почему так медленно? Ведь изначально модернизация должна была завершиться в 2010-м. Этот вопрос обсуждали в апреле на совещании под руководством полпреда президента на Дальнем Востоке в Хабаровске. «Приморье» на совещании представлял глава региона Андрей Тарасенко. Работа идет медленно. Пункты пропуска, которые планировали для дачи в 2010 году, до сих пор не сданы. Сейчас посмотрим ситуацию по всей программе целиком. Попробуем понять, что все-таки надо сделать для того, чтобы у нас пункты пропуска строились и создавали условия для развития логистической инфраструктуры. Начальная точка транспортного коридора «Приморье-1» – Китайский Харбин. Далее – участок госграницы в пункте пропуска Суйфуньхэ пограничный и конечная точка – морские порты Владивосток и Находка. По этому маршруту грузы идут и сейчас. Но смысл в том, чтобы максимально упростить и ускорить таможенные пограничные процедуры, а также модернизировать существующую инфраструктуру. Все для того, чтобы, используя удобное географическое положение приморских портов и продвинутую экономику соседних китайских провинций, предоставить другим игрокам Азиатско-Тихоокеанского региона возможность современного транзитного коридора для транспортировки грузов в европейские страны. На совещании при полпреде президента было решено к модернизации пунктов пропуска привлечь инвесторов. 20% финансирования на строительные работы берет на себя российская сторона, остальное – китайские компании и банки. Виктория Лобецкая, Максим Евсеев, Панорама.